В Нижневартовске появится современный веревочный парк. Его возводят возле спортивного центра «Юбилейный» на озере Комсомольском. Стоимость объекта 5,5 миллионов рублей. Деньги выделили нефтяники в рамках договора о сотрудничестве с администрацией города. Когда он станет доступен для посетителей, узнавала Жанна Кузьмина. По этой веревочной тропе не легко пройти даже опытным монтажникам. Рабочим приходится все время балансировать на трехметровой высоте. Только представьте, какие эмоции испытают первые посетители. Взрослые и дети смогут не только почувствовать силу своего тела, но и побороть собственные страхи. Высота 10 метров. Здесь три яруса присутствуют. Шесть маршрутов различных, как для детей, для подростков, для взрослых и людей, имеющих определенную спортивную подготовку. В плане безопасности, 100% безопасность будет. Монтаж веревочного парка не прекращается даже в выходные. Строители спешат закончить его к 1 декабря. Но опробовать трассы любители высоты смогут только в следующем году. Новому спортивному объекту еще нужно получить лицензию на данный вид занятий. Выбрано именно это место, потому что Комсомольское озеро – это исторически сложившееся место, где жители нашего города занимаются спортом, активно проводят время. Мы сейчас проводим процедуру внесения изменений в устав учреждения, для того, чтобы этот вид деятельности был определен. И проходят процедуру согласования стоимость данной услуги. То есть с 1 декабря мы будем готовы для того, чтобы запустить этот объект в работу. Отвечают за безопасность. Посетителей будет команда профессиональных инструкторов. Им в помощь современное оборудование, страховочные тросы и сетки. Вход в веревочный парк, кстати, горожанам придется оплачивать. Цены обещают сделать доступными. В дальнейшем здесь организуют еще и тренировки для спортсменов. На самом деле, я думаю, все-таки будут в городе разработаны программы. Не все, к сожалению, родители готовы платить за подобное удовольствие. Я думаю, что все-таки и на уровне депутатов, на уровне будут приняты определенные моменты для определенных ребят, которым действительно нужно будет организовать как бы и экскурсионные мероприятия сюда и все остальное. Я думаю, все-таки это будет как-то продумано. Потому что я все-таки являюсь сторонником того, что детьми нужно заниматься бесплатно, а не за деньги. Конструкция веревочного парка модульная. А это значит, что со временем его можно расширить, присоединив дополнительные блоки. Например, к уже запланированным 32 этапам добавить еще как минимум 12. Жанна Кузьмина, Эльдар Ибрагимов, Вести Югоря, Нижневартовск.